Организаторами акции «Десант славы» выступили Управление по делам молодежи, Центр патриотического воспитания «Ратмир» и Центр 21 век. Акция объединила студентов и школьников, курсантов Института береговой охраны ФСБ России и молодежь нашего города воинской славы. В числе почетных гостей – ветераны, депутаты и представители администрации города. После митинга участники акции почтили минутой молчания подвиг Дмитрия Калинина, который в 1943 году, попав в окружение, уничтожил 30 вражеских солдат, но погиб, подорвав себя гранатой. После митинга делегация с гирляндами памяти и цветами отправились для возложения к месту захоронения десантников. Традиционно в эти дни проходит военно-патриотическая акция «Молодежная десант славы». И отрадно осознавать, что каждый год она собирает все больше и больше молодежи нашего города. И это не удивительно. Ведь действительно проводится ряд мероприятий не только в эти праздничные даты, но и в течение всего года, которые позволяют формировать и гражданскую ответственность, и патриотизм у нашего подрастающего поколения. После церемонии открытия прошли военно-спортивные соревнования. Ребятам предстояло преодолеть военизированную полосу, выполняя различные задания, среди которых разборка, сборка автомата, стрельба из разных положений, метание гранаты, полоса препятствий. Но, пожалуй, самым экстремальным испытанием стала заклада взрыв-пакета с последующим подрывом. Молодежи становятся принимающих участие в акции больше. Это не только учебные заведения, но и делегации сельских округов, отдельные военно-патриотические клубы. Ребята, уже зная историю десанта, приходят сюда подготовленными. И в действительности отрадно видят, что молодежь патриотически настроена. Уже на финише участников акции ожидала полевая кухня, гречневая каша и сладкий чай. Впрочем, для многих маршрут оказался не слишком сложным. Препятствия были известны заранее по уставу, в определенном порядке, как договаривались. Но в связи с некоторыми нюансами были задержки на дистанциях. То есть где-то задержались, где-то не то выполнили. Но в целом хорошо прошли препятствия. Впереди у ребят еще один конкурс, в котором они покажут свое уже творческое мастерство. Знание солдатских песен и театральные постановки. Итоги конкурсной программы будут подведены позже.